Бизнесмены и инвесторы, чиновники и политики из России, Арабских Эмиратов и других иностранных государств сегодня приехали в Екатеринбург, сюда на Джмис-2019. Впервые глобальный промышленный саммит проходит в Екатеринбурге. Об этом лично договорился два года назад президент Владимир Путин. Его же сегодня ждут здесь в 16.00. До начала официального торжественного открытия хотим показать вам, собственно, сам конгресс-холл. Ну вот можно увидеть, как приготовлена и расчерчена парковка. Владимир Владимирович Путин. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. Новый конгресс-центр построит, такой красивый. Поздравляю город с этим приобретением. Дорогие дамы и господа, друзья, приветствую вас в одном из крупнейших исторических центров науки, образования и промышленности России в Екатеринбурге. На глобальном саммите по производству и индустриализации. Уже второй раз подряд он собирает представления власти, бизнеса, науки, некоммерческих организаций практически со всей планеты. И, по сути, уже сделал серьёзную заявку на то, чтобы стать востребованной международной платформой для глубокого обсуждения вызовов новой технологической эпохи. Хотел бы использовать эту трибуну, благодарю вас за приглашение, использовать эту трибуну для того, чтобы ещё раз рассказать о подходах России к решению общих, фундаментальных, без всякого преувеличения цивилизационных проблем. О нашем видении характера долгосрочных тенденций, которые определяют глобальное развитие и тех рисков, с которыми мы уже сталкиваемся или можем столкнуться в самое ближайшее время. Уважаемые друзья, дамы и господа, мы должны найти именно системные ответы на вызовы, с которыми сталкиваемся. В этом гарантия устойчивого развития. Полагаю, что в эпоху тектонических перемен и, к сожалению, больших неопределённостей, роста этих неопределённостей, приоритетом должны служить безусловные ценности. А это создание лучших возможностей для жизни и раскрытия потенциала людей. Именно на эти цели призваны работать впечатляющие достижения технологического прогресса. В этом наша огромная ответственность за будущее и нашей страны, и планеты в целом. И нам обязательно нужно работать вместе. Уважаемые друзья, Россия открыта для такого широкого, равноправного взаимодействия. Желаю вам успехов и благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Успехов вам в работе. Расскажите, пожалуйста, мы же, по сути, первое мероприятие в Конгресс-холле принимаем. Ну, такого уровня первое, конечно, да. Поэтому, ну, фантастический Конгресс-холл. Вот впечатление. Мы сейчас, вот там были на втором этаже, удивительные лампы, удивительные какие-то ленточные пролеты. Вот вы знаете, я второй раз в этом здании. И еще не знаю все, что тут есть. И, по-моему, здесь трудно все узнать сразу. Но гордость берет за Свердловскую область, за Россию. Потому что вот такой саммит принимать в таком Конгресс-холле – это большой успех. Главное событие сегодняшнего дня – это визит Владимира Путина? Ну, безусловно, конечно. То, что президент Российской Федерации посещает, график у него, видите, какой сложный. От нас он должен на валам. И выбрал время, чтобы прилететь в Екатеринбург, открыть саммит, поучаствовать в пленарной дискуссии. И это большое событие. А от участия президента вот в этом пленарном заседании чего ждут вообще уральцы, уральские промышленники, уральские госслужащие? Да, я думаю, мир ждет. Потому что, да, сегодня же очень много делегаций из многих стран мира. И их возглавляют министры экономики, министры промышленности. То есть те люди, которые сегодня занимаются производством, индустриализацией, IT-технологиями, они ждут позиции России в этом глобальном мире, что ждет нас в ближайшем будущем. Поэтому интересно будет послушать. Спасибо огромное. Увидимся еще здесь. Пройдем в зал-форум. Ну вот, главный зал Конгресс-холла. Можно его показать. Гости, участники саммита, делегаты еще собираются. Мы с вами сейчас будем искать знакомые лица и знакомиться с незнакомыми. На экране открыточные виды Екатеринбурга. Джимис, глобальный промышленно-индустриальный саммит. Пришел Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Вчера он открывал официальную часть инопрома вместе с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Рассказывал также о мерах поддержки со стороны государства в отношении крупного и среднего бизнеса, о том, что государство будет пересматривать вообще свою политику в этом плане. Фактически сегодня по данным ОСР, ОСД, речь идет о том, что в ближайшие годы треть производимой в мире энергии будет идти только на питание гаджетов и сетей без промышленного производства. То есть цифровизация, о которой мы говорим, искусственный интеллект подразумевает в первую очередь развитие энергетических мощностей. Дело в том, что наука осознанно началась 300 лет назад. Мы посмотрели вокруг себя человечество, хотело понять окружающий мир, он был непонят и обожествлен. И дальше, не поняв сложного целого, мы начали разбирать единую неделимую природу на мелкие части отдельной дисциплины, в которых мы могли разобраться. В результате мы построили узкоспециализированную систему науки, образования, и, что очень важно, основанную на этом отраслевую экономику. С одной стороны, мы построили уникальную цивилизацию, в которой живем, плодами которой пользуемся. Но, с другой стороны, мы пришли в космологический тупик. На эту тему есть отдельное сообщение, я вам приведу простой пример. Вот сегодня мы понимаем, что мы с вами оперируем всего лишь 5% энергии и материи, которые возникли 14 миллиардов лет в результате Большого взрыва. Остальное – это темная материя, темная энергия, о которой мы имеем весьма отдаленные представления. Так вот, вопрос заключается в том, что мы построили эту узкоспециализированную систему, и на ней построили промышленный уклад. С учетом того, что мы действительно за эти 200 лет создали много вызовов для природы, пришло время, когда индустрия должна задуматься о том, как создать возможность и правильное решение для того, чтобы сбалансировать ресурсы. Я очень признателен нашим коллегам из Арабских Эмиратов и организации ЮНИД, что они поддержали нашу идею, инициативу провести это мероприятие в Екатеринбурге. Это город молодых, здесь очень много студентов, молодежи, которые будут счастливо познакомиться с теми, с одной стороны, достижениями, с другой стороны, тематиками, которые будут обсуждаться. Мы со своей стороны, со стороны российского правительства, будем всячески содействовать развитию тех технологий, созданию той промышленной продукции, которая будет балансироваться с природой, и при этом будет способствовать развитию и достижению тех показателей, которые сегодня диктуют четвертой промышленной революции. Четкая навигация, кофе-брейки, горячие обеды для журналистов. Мероприятие подобного уровня в Екатеринбурге организовал Росконгресс. Он же принимал это помещение Конгресс-холла и включил наш Екатеринбургский Конгресс-холл. В короткий список локаций, готовых принимать саммиты и форумы международного уровня. Правда, что проект самого Конгресс-холла, конкретно под этот саммит, был изменен? Ну, конечно, и был изменен. То есть, изначально Конгресс-холл строился как региональный Конгресс-холл, ну, как дополнение к существующим выставочным площадям. По сути, это был региональный, ну, такой, может быть, федеральный, немножко федеральный проект. Но после того, как в 2018 году президент страны всех пригласил на саммит ЖМИС, то, естественно, проект претерпел весьма значительные корректировки. Вот. То есть, это в части архитектуры было изменение, изменение было очень принципиальное. То есть, собственно, отличие Конгресс-холла от каких-то других таких залов, широкоформатных мероприятий в том, что все участники, участвующие в пленарной дискуссии, они после этого должны разойтись, что называется, по секциям. То есть, 4000 человек присутствуют на пленарном заседании, затем они все расходятся по секциям в какие-то более мелкие переговорки. И нужно было обеспечить присутствие вот этих всех людей. Так вот, если до объявления Екатеринбурга из столицы ЖМИС переговорок, таких переговорок было 9, то на сегодняшний день их 39. То есть, корректировки, ну, сами посудите, значительные это или незначительные. То есть, Конгресс-холл проектировался именно как Конгресс-холл под мероприятие ЖМИС. Ну, и оно универсальное, в общем, здание, переговорки и разного рода конференц-залы там трансформируемые. То есть, они могут быть меньше, больше, с раздвижными перегородками, с синхронным переводом на 8 языков и так далее. То есть, в общем-то, продукт получился не специально под ЖМИС, но гораздо лучше, чем, который задумывался. Что делать вообще с наполнением, с нагрузкой, с содержанием Конгресс-холла вот этих огромных шикарных площадей все остальное время? Ну, вот, вообще-то, 9 лет Конгресс-мероприятия, мероприятия конгрессного формата проводились в так называемом 4-м павильоне. Немногие знают, что это временная застройка, которая вообще строилась на год. И в дальнейшем Конгресс-холл должен был стать составной частью Уральского выставочного центра. То есть, эти переговорки, они и до того, как они пользовались популярностью и приносят доход Уральскому выставочному центру и так далее. Вот, то есть, ну и сегодняшние площади Конгресс-центра, они спроектированы таким образом, они спроектированы по требованиям Росконгресса. Росконгресс – это все знаковые мероприятия, выставки с участием первых лиц государства. Поэтому, и таких площадок, на самом деле, их немного очень по стране. Их там 5 в лучшем случае. И то, что там восточнее Москвы, таких площадок их в принципе нет. Вот, поэтому мы говорим о том, что на сегодняшний день строительством этого объекта мы, скажем так, попали вот в этот короткий шорт-лист Росконгресса. И у нас, вернее, на эти площади нашего Конгресс-холла будет, конечно же, претендовать Росконгресс для проведения, ну, тех или иных широкоформатных мероприятий международных с участием первых лиц государства. Вот, то есть, это разрез второго этажа. Значит, это тоже многофункциональная площадь. Значит, на ней можно проводить и банкетные мероприятия, и разного рода приемы, выставки, там, экспозиции, картин, чего угодно. Вот, значит, верхний вот этот уровень второго света – это ресторанная зона, это самостоятельный ресторан. Он на 300 посадочных мест со своей кухней. Это не доготовка, это реальная кухня. Значит, и таковых помещений здесь несколько. То есть, ну, вот переговорки, это вы можете видеть, да, это вот они разного формата. Мелкой нарезки, большой нарезки, там, какие-то совсем примитивные. Вот здесь зал мы называем губернаторским. Зал на 400, если я не ошибаюсь, посадочных мест, он очень длинный, вытянутый. И вот здесь к нему примыкает вот такая вот фуршетно-банкетная зона. Она тоже со вторым светом, она сейчас фигурирует как вип-ложа. Вот, и это тоже ресторанное помещение. Президент там сегодня будет? Вообще президента будут водить по Конгресс-холлу? Это я не знаю, это я не знаю. Президентская вся история, она вот в этом крыле. Это так называемый объект государственной охраны, ОГО. Он пронизывает три этажа. С первого этажа вот это вход. Здесь, ну, помещение для пребывания первых лиц государства, не только нашего президента, а вообще, в принципе, глав государства. Технически что отличает эту часть? Технически отличает, ну, во-первых, обособленность. Она абсолютно автономна, как в части, там, кухни, так и в части прохода, выхода на сцену и так далее. Вот, здесь более высокие требования по слаботочному оборудованию, более высокие требования по безопасности, по электрике и так далее. Ну, просто еще на порядок выше. Вот, то есть, вот этот весь блок, он способен принимать первое лицо государства без каких-то дополнительных проверок, там, значит, аттестации и так далее. То есть, мы вот этим самым проектом мы получили вот тот самый штампик. На нем уже стоит эта проба. Да, штампик Росконгресса, который говорит о том, что вот сюда можно приезжать, условно говоря, за день проверить, что тут ничего не переустроено. Годен для президента. Годен для президента, да, совершенно верно. То, о чем говорили здесь на сессии про умные города, очень похоже на фантастику про города будущего. Насколько мы вообще от этого далеко, и что мешает нам строить эти умные города будущего? Почему мы стоим в пробках, почему мы выходим на улицу и видим города прошлого? Ну, я не могу согласиться полностью с вами. Мне кажется, что жизнь действительно идет к цифровизации, идет к умным городам, даже умным деревням, умным ruralным поселениям. Поэтому очень важно следить за всем технологиям. Вот мы пользуемся сейчас прямо в эфире, прямо здесь из зала. Новые технологии, они идут как раз к этому, чтобы облегчить жизнь населения. Мне кажется, что будем пользоваться мобильным телефоном, как устройством сегодня. Ну, открываем двери, закрываем там, контролируем там электричество и другое. Но в следующих 5-10 лет движение будет действительно огромнейшее. И с такой скоростью, потому что в этом году, в следующем году, начиняются 5G технологии, которые позволят действительно гораздо быстрее и легче иметь доступ к своим данным и использовать эти данные для улучшения жизни. И в этих умных городах, как раз и в вопросе электроэнергетики, энергосбережения, транспорта особенно, будут ключевыми. Надо сказать, что последние 3 года на этим соревнованиям лучших умных городов мира, город Москва уже 3 года подряд занимает первое или второе место. И это показывает, что они действительно применением самих современных технологий действительно облегчили транспорт граждан Москвы, уменьшили количество инцидентов несколько раз, и, что очень важно, ускорили движение. Но очень важно, вот это я и говорил на панели, что по данным лучшей мировой консалтинг компании McKinsey, что умным использованием новых технологий можно ускорить движение каждого человека очень быстро. Говорят 30 минут по человеку, что люди могут быстрее двигаться, и что уменьшить потребление воды 25-80 литров воды по человеку. И дальше, дальше. Миллион таких новых направлений будет, где действительно будем жить и дешевле, где все будет гораздо дешевле, более оптимально и более эффективно, но, с другой стороны, облегчить жизнь. И поэтому, действительно, я думаю, и Россия, и весь мир идут в этом направлении. Конечно, в следующих 5 или 10 лет будет действительно скорость гораздо больше, и я уверен, что пользу это будет иметь все, и в Сербии, и в России. Вы сейчас сказали, умная деревня. Наши зрители, которые смотрели трансляцию сессии, в комментариях писали, о каких умных деревнях, говорят уважаемые спикеры, если деревни вообще скоро не останутся? Они умирают? Во всяком случае, так происходит в России. Я не знаю, как в Сербии. Да, во всем мире. Вот если в 2009 году население в городах и в деревнях было 50 на 50, уже в этом году 55% мирового населения живет в городах. А по оценкам объединенных наций, в течение 10 лет, значит, в 2030 году, 75% населения планеты будут жить в городах, в мегаполисах. К сожалению или к счастью, вот этот процесс он не обратим. И да, действительно, гораздо меньше народ живет в деревне. Но вот и деревне нужно действительно делать умными, телекоммуникации, энергоэффективность, доступность, доступность к всем новым технологиям, использование мобильного телефона как платежного средства, для получения пензии, для получения других видов, а особенно в агропромышленности. Агропромышленность будет пользователем цифровых технологий в следующих 10 лет, даже больше, чем любая другая промышленность. Вот сегодня можем смотреть здесь в Екатеринбурге, трактора, которые автономны с полностью, новые технологии как раз в сензорах, которые дают со спутниковыми фотографиями, дают данные, как нужно использовать удобрение и где конкретно на каком части участка. Получаем прогноз погоды не для города, да, получается, конкретно для там одного гектара или два гектара конкретного пользователя как раз умные технологии и будут иметь не менее пользования в руральных срединах. Вы говорите про информационные технологии в деревне, а у нас есть такие территории, куда дороги хорошие толком нет. И я уверена, что сейчас зрители слушают и опять же пишут в комментариях, да про что же это. Вот вы объясните, пожалуйста, от чего зависит внедрение этих самых технологий? Это политическая воля исключительно? Это какое-то желание снизу? Знаете, даже в Европе, в многих странах европейских, не дорог везде по деревням, они гораздо меньше. Вы живете в России, в самой большой стране мира. И, конечно, построить дорогу до каждой деревни это 10 раз, 100 раз или тысячу раз дороже, чем в каком-то маленьком Луксембурге или там даже большой Белгии. Поэтому, мне кажется, вот дороги, которые я вижу по России, они действительно становятся лучшими и лучшими. Их больше и больше современных дорог. Все стороны, мосты такие строятся. Конечно, нужно время. Каждое поколение возобновляет и дороги, и заводы. Это не такой легкий процесс. Тоже все хотели бы, чтобы все было сразу и чтобы было все прекрасно, но просто нужно время. Главное, что есть тенденция хорошая, что тренд хороший, и что действительно жизнь и в России, и у нас в Сербии улучшается. И я уверен, что и в будущем будет улучшаться. Хочется всегда еще лучше, но я думаю, и ваше правительство, и президент, и у нас также все стараемся и уверен, что будет еще лучше. Спасибо вам огромное. Беспилотники на российских дорогах через 10-15 лет, то, о чем вы говорили, это не фантастика? Беспилотники, если вы знаете, сейчас уже тестируют с такими компаниями, как Яндекс, и в России, и, соответственно, даже в Калифорнии. Поэтому я думаю, что до этого осталось совсем немного. Таксисты куда денутся? Ну, я думаю, что им, вот как мы с коллегой обсуждали перед этим, которая рассказывала про переподготовку и уход в какие-то другие виды деятельности, вот они, видимо, перетекут туда, где будут востребованы. Может быть, даже сейчас люди не готовы садиться в машину, в которой нет людей, но все прекрасно понимают, что, как уважаемые товарищи из Китая рассказывали, у них 300 миллионов. У них просто невозможно будет передвигаться по улицам, если будет каждый сам себе сам водитель. И в нашей стране то же самое. Да, у нас чуть поменьше людей, чуть побольше места, но тем не менее. А дорожная инфраструктура, те развязки, которые сегодня существуют, насколько вообще готовы к беспилотникам и беспилотному транспорту? Ну, на сегодняшний момент, безусловно, они не готовы, за исключением, что у них есть ограничения справа и слева, обочины, отбойники, какие-то знаки. Безусловно, вся дорожная инфраструктура будет нуждаться в необходимых технических устройствах для того, чтобы эти беспилотники свободно ездили, а может быть, даже летали. Кто знает, это требует определенных вложений, но как Uber быстро, собственно говоря, вытеснил привычные такси, так, я думаю, беспилотники еще быстрее вытеснят, соответственно, водителей из-за руля. Боевое крещение Конгресс-Холла по всем параметрам прошло успешно. Благодаря плотному расписанию мероприятий на ЖМИС-2019 удалось задействовать и опробовать практически все переговорки. Их здесь около 40. Около 4 тысяч человек вместил вот этот зал, главный зал Конгресс-Холла, он называется «Форум», что сейчас находится за моей спиной. Конгресс-Холл готов к новым мероприятиям, которые начнутся случаться здесь уже ближайшей осенью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова